Ребята, всем привет! Вы на канале Бабушка Шошо Игры. Вы помните, в прошлой серии у меня украли собаку? Но я это просто так не оставлю. Я попробую найти своего пса. А вы, ребята, надеюсь, мне в этом поможете. Мне нужна поддержка. Потому что тот, кто украл пса, точно не очень хороший человек. Так, здесь песика нет, здесь песика нет. Так, он ко мне не вернулся, смотрите. Сейчас я возьму мотоцикл и попробую объехать улицы и парк. Ой, кстати, я заболела, ребята. Но ничего, это не важно. Когда ты ищешь своего питомца, главное это найти его. Так, почему мой мотоцикл куда-то исчез? Вот я опять его достала и поеду искать, чтобы было побыстрее. Так, на площадке, на площадке нет моего песика? Так, никого нет. Вот девочка одна катается. Сейчас у нее спрошу. Девочка Дира, девочка, ты не знаешь, ты не видела моего песика? Да, песика шушу. Нет, она не видела. Так, здесь нет моего песика. Песик, песик. Сейчас высоко прыгну, может быть, увижу его. Так, не вижу, не вижу. Может быть, он в трубе где-нибудь спрятался? Песик, песик. Нету. Смотрите, как я уже дымлюсь, конечно. Конечно, все болезни от стресса. Когда ты волнуешься, когда ты напуган, когда ты в стрессе, твой иммунитет становится слабенький и мы болеем. Поэтому, ребята, никогда старайтесь не нервничать. Всегда соблюдайте спокойствие. Ну, у меня случилась просто непредвиденная история. Представляете, пригласила ребят к себе на вечеринку и кто-то украл собаку. Так, кстати, вот этот домик с Обби. Ну, я надеюсь, что когда я найду своего пса, я когда-нибудь сюда вернусь. Мне так интересно посмотреть, что там за дверьми. Эх, ну собаки моей тут нет. Так, вот мой мотоцикл. А, это не мой мотоцикл. Ой, ребята, моя голова забита только тем, чтобы найти своего пса. Поэтому я уже даже не узнаю свой мотоцикл. Так, 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 ребята, как вы считаете, может быть, мне нужно поехать подлечиться? А то я так, знаете, и пса не найду, и сама того. Разболеюсь очень сильно. Да, пожалуй, загляну-ка я в госпиталь. Так, вот он, госпиталь как раз у меня на пути. Доктор, доктор, вы где? Доктор? Доктор, вы представляете, у меня украли собаку. Я так разволновалась, что разболелась, и теперь из меня дым укралит. Доктор, вы сказали, мне нужно идти к другому доктору. Так, где тут другой доктор? А, вон он, вижу, стоит другой доктор. Доктор, доктор, номер два. Вылечите меня уже, наконец-то. Что, что вы говорите? Мне нужно уйти в другое помещение? Ох, какая у вас тут большая больница. Заставляйте бегать больного человека по всем кабинетам. Так, мне что, вот сюда? Мне что, будут делать операцию? Ребята, ну я же просто-просто разволновалась. Пожалуйста, не надо мне делать никаких операций. Я, пожалуй, съем здесь вот свое оздоровительное витаминное золотое яблочко. И вылечусь. Да-да-да, все, обошлось без операции, слава богу. И я так разволновалась, что у меня просто пересохло в горле. Сейчас попью водички. Кстати, ребята, для нашего здоровья мы должны пить много чистой водички. Ни чай, ни лимонад, ни коктейли, а именно водичка. Вы же знаете, что в нас очень много воды, и мы должны постоянно, постоянно обновлять ее. Поэтому, друзья, много пейте водички и не будете болеть. Так, ну а я отправляюсь искать моего песика. Доктор, спасибо, что вылечили. Я отправляюсь, отправляюсь в свое детективное путешествие. Ребята, как вы думаете, вообще есть у меня какие-то шансы найти свою собаку здесь или нет? Сейчас вот еще давайте в школе посмотрим. Может быть, кто-то приводил моего песика на тренировку. А, давайте спросим тренера. Может быть, они хотели тренировать моего пса. Тренер, здравствуйте, здравствуйте. К вам не приводили случайно моего песика? Я бабушка Шошо. Пес Шошо. Нет, не приводили. Ну, знаете, у меня была вечеринка, и кто-то стащил моего пса. Я пытаюсь его найти. Так, нету, нет нигде здесь. И здесь нигде не видно. Кто-нибудь видел моего пса? Нету. Я надеюсь, что если он меня услышит, он ко мне прибежит. Так, ребята, где бы еще посмотреть? Где бы, где бы посмотреть? Так, может быть, вот здесь вот в детском саду для детей и зверей. А, здесь же магазин, где можно покупать питомцев. Пойду спрошу продавцов. Может быть, он хотел продать мою собаку? Может быть, он ходил к продавцам и предлагал купить мою собаку? Давайте, давайте сейчас посмотрим. Так, так, вот здесь вот магазин животных. И так вот, давайте начнем с первого. Здравствуйте, вам не приносили пес Шошо? Нет. Здравствуйте, вы случайно не видели пес Шошо? Нет, не видели. Мистер пес, мистер пес, у меня пропал пес Шошо. Не видел. Так. Друзья, друзья, смотрите, смотрите, вот он пес. И вот этот вот Гаргамелакс. Это тот парень, который был у меня на вечеринке. Вы видите? Пес Шошо с ним. Он украл моего пса. Вот это да. А вы помните, он как-то странно себя вел, когда уходил. Я хотела с ним попрощаться, он все отворачивался, отворачивался. Эй, ты куда, ты куда? Гаргамелакс, как там тебя? Верни мою собаку, собаку-то верни. Пес Шошо, вернись ко мне, вернись ко мне. Так, куда они побежали? Давайте посмотрим, куда он побежал с моей собакой. Ай-яй-яй. Ребята. Я так волнуюсь, я так волнуюсь. Надеюсь, мой пес сейчас вернется ко мне. А где они? Они что, опять убежали, Гаргамелакс? Ты где? Верни моего пса. Ну нельзя же так. Взял и украл пса у бабушки. Но знаете, есть в этой истории кое-что хорошее. Я теперь, во всяком случае, знаю, кто украл мою собаку. Гаргамелакс. У меня, кстати, созрел план. Знаете, что я сейчас сделаю? Я отправлюсь домой. Так, где мой мотоцикл? Чтобы сделать это побыстрее. Так, отправляюсь домой. Там у меня есть почта. Я напишу ему письмо. Надеюсь, что он его прочитает. Итак. А почему, почему, почему меня отталкивает от своей улицы? А, пожалуйста, мне очень-очень-очень-очень-очень-очень нужно домой. Так, сейчас попытка номер два. И тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Так, теперь нужно найти свой домик. Ох, ребята, вот это да. Вот это история. Начиналось все с безобидной вечеринки в Адоптми. А закончилось все кражей собаки. Так, вот мой дом. А, нет, это не мой дом. Ой, ребята, я так разволновалась, что просто забыла, где мой дом находится. А мой дом-то с другой стороны. Да, ребята, конечно, как же тут не разволноваться. Вот мой дом, вот моя почта. Сейчас я напишу ему письмо. Так, кому? Гаргамеваксу. Я знаю, ты украл моего пса. Приходи в парк. Нужно поговорить. Так, ребята, теперь он будет знать, что я знаю, что это он украл собаку. Ха-ха. Надеюсь, он придет. Сейчас я отправлю ему вот это послание в конвертике. Все, улетела. И поеду в парк, чтобы встретиться с этим Гаргамелаксом. Знаете, я с ним просто поговорю. Скажу, Гаргамелакс, ну так же нехорошо красть собаку у бабушки. Верни, пожалуйста, ты же хороший мальчик. Надеюсь, что он послушается. Так. Вот он, вот он, ребята, он пришел. Он пришел, он получил мое письмо, и он пришел. А вот он мой песик, песик, песик. Вернись ко мне. Гаргамелакс, нам нужно с тобой поговорить. Итак, зачем ты украл мою собаку? Это же все-таки мой пес. Или ты не украл его? Я украл твоего пса. Смотрите, он признался в том, что он украл моего пса. Ну, знаешь что, он украл, я нашла тебя, и теперь ты должен вернуть мне собаку. Ха-ха. Смеется? Хм. А что тут такого смешного? Просто верни мне моего, моего щенка. Я, знаешь, так долго его растила, ухаживала за ним. А ты пришел и просто забрал его. Ну, нельзя же так. Ты же должен быть хорошим человеком. Зачем ты ограбил бабушку? Грабить бабушек нехорошо. Давай устроим гонку. Что еще за гонку? Что ты еще придумал, Гаргамелакс? Хм-хм. Может быть, поэтому ты украл мою собаку? Потому что ты хотел со мной погоняться? Хе-хе. Вот это да, вот это хитрый. Смотрите какой. Ой, кто проедет круг быстрее, тот заберет пса. Ха-х, круг. Эх, ребята, ну ладно, ладно, давайте я соглашусь погоняться с ним. Надеюсь, что у меня получится обыграть его, и я просто заберу своего пса. Ой, что же делать, что же делать? Другого выхода нет. Итак, я на мотоцикле, а он, смотрите, на машине. Ну, мне кажется, что на мотоцикле даже как-то побыстрее может быть и поудобнее. У него, тем более, машина такая, знаете, немощная, маленькая. Итак, мы готовы на старт. Внимание! И... Та-да-да-дан, марш! Так. А, ребята, смотрите, смотрите, он так нечестно гоняется. Вы видите, он специально меня толкнул. Ой, ну ничего, я сейчас попробую его догнать и обогнать. Может быть, он где-то запутается, и я в этот момент его обгоню. Так, 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 пока что он впереди меня, но ничего, я его преследуюсь. Так, вот сейчас, сейчас, сейчас я его обгоню. Ребята, вот, на повороте, на повороте, смотрите, смотрите, сейчас, и все, я вырвалась вперед. Да, да, он меня толкнул, ребята, он опять меня толкнул. Ну, это же нечестно, это же нечестные гонки. Ну, что ты делаешь, Крокомелокс? Ну, я тебя сейчас все равно обгоню, смотрите, смотрите, сейчас. Опять он меня толкает, ребята, смотрите, смотрите, как он меня сильно толкнул, у меня уже занесло. Все, смотрите, ай, я врезалась в дерево, ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Эх, какой он нечестный, вот это да, и собаку украл, и в гонках участвует нечестно. Ну, разве так можно? Ах, все, мой мотоцикл сломался. Эх, ну все, мне теперь уже точно не выиграть. Что, он теперь не отдаст мою собаку? Какой он хитрый, какой хитрый, ребята, я не знала, что есть такие хитрые ребята. Как же так можно, ребята, пожалуйста, поддержите меня лайками, я так напугана. Я так растерянна, я не знаю, что мне делать в такой ситуации. Эх, ну, если вы мне поставите лайки, я буду чувствовать себя увереннее. Итак, ну, конечно, он пришел первый к финишу, конечно же. Ты, ты нечестно, ты нечестно гонялся, Гаргамелакс, ты постоянно в меня врезался. Смотрите, танцует на радостях. Эх, ребята, что же делать, что же мне делать? Я выиграл. Ну, ты выиграл, но выиграл ты нечестно. Мне кажется, если бы ты честно гонялся, то выиграла бы я. Верни мою собаку. Я аж проголодалась. Пес мой. Ах, значит, он не собирается возвращать моего пса. Эх, ребята, я должна что-то придумать, чтобы забрать у него своего щенка. Так. Ну, знаете что? У меня есть один план. И я вам покажу его в следующей серии. Надеюсь, что это сработает. Ха-ха. Ребята, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить продолжение этой истории. Спасибо всем, кто поддерживает меня лайками. Мне это очень помогает. Ну, а сейчас смотрите вот эти серии. Просто жми на картинку. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.